Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзгид пришел вопрос. Наказывает ли Бог за злые мысли? Я бы его по-другому задал. Являются ли злые мысли грехом? Потому что наказание Божие всегда по-разному. Господь долготерпелив. Он знает немость человека. Он знает, что мыслям очень трудно сопротивляться. Есть более опытные христиане, есть менее опытные христиане. Есть те, кто привыкли следить за своими мыслями и все приходящие греховные помыслы отсекают. А есть те, кто еще даже не начал эту работу. А работа это намного десятилетий. Даже не за год она совершается, не за пять. Но если мы поймем, что злые мысли не угодны Господу, что они уже являются началом греха и начнем с ними бороться, вот это будет очень важно. Господь говорит, это Евангелие от Матфея, 15 глава, «Ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулиния — это оскверняет человека». Итак, грех, состоявшийся даже на уровне злой мысли, уже оскверняет человека. То есть, конечно, он Богу не угоден. И, конечно, с ним надо бороться. А накажет Господь или нет? Но, может быть, если человек борется, Господь поддержит его. А если человек предается этим злым мыслям, как его остановить? Наверное, Господь подверг на человека наказание. Это уже промысл Божий о каждом, и здесь я ответить не могу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.